Здравствуйте! Посещая цветочные магазины с отделами семян, я обратила внимание на такие красивые цветы, которые похожи на розы и не на розы. Такое впечатление, что это гибрид мака с розой. И стало интересно, как же все это вырастить и что же это за растение. Растение – это иустома. Еще называют его лизиантус, называют японской розой или техасский колокольчик. Это растение не так уж давно стали массово выращивать, хотя в культуре оно известно давно. И это растение можно вырастить тремя способами. Его можно вырастить в открытом грунте, его можно использовать как горшечное растение и его можно вырастить в контейнере. Вообще иустома зацветает после того, как прошло 20 недель после посадки. Это довольно-таки долго, поэтому иустома лучше всего сажать рассадным способом. Если мы посадим семена в грунт, то через 20 недель уже наступит время, когда и цвести будет поздно, и мы не успеем насладиться этим прекрасными цветами. А вот как горшечное растение, а японские селекционеры вывели низкорослые сорта иустомы, и прямо есть семена, здесь даже сразу видно, что это комнатное растение, даст нам хорошее цветение и очень долго будет радовать нас своими цветами. И в качестве контейнерного растения иустома хороша тем, что мы можем на лето выставлять эти контейнеры и горшки с иустомой, а когда наступит угроза заморозков, а холода иустомы не переносит, тогда мы занесем в помещение и будем дальше наслаждаться цветением иустомы. Высота иустомы в зависимости от сорта очень разная. Это может быть растение 30-сантиметровое, а может быть и 90-сантиметровое. Вот такие высокорослые иустомы выращивают в теплицах, как срезочное растение. И сейчас уже в цветочных магазинах, где продаются цветы на срезку, можно увидеть эту необычайную растение иустому. А как же вырастить иустому дома? Так как у нее очень длительный срок от посадки до цветения, иустому надо выращивать только рассадным способом. Ее можно выращивать либо сразу в горшке, либо высаживать в контейнерах на рассаду. Я вам покажу, как вырастить иустому в таблетках. Вот эта таблетка просто находка для выращивания иустомы, потому что они очень тяжело переносят пересадку, и очень тяжело переносят повреждения корневой системы. А сейчас я замочу заранее таблетки для того, чтобы они были готовы к посадке. А пока таблетки разбухают, посмотрим, что же из себя семена иустомы представляют. Когда вы будете трогать вот так, вы здесь увидите какой-то длинный предмет. Это не семена иустомы, это капсула, в которой семена иустомы содержатся. Они очень-очень мелкие, они чем-то похожи на семена лабелий, на семена питоний. И в последнее время продаются они дрожжированные, то есть вот такие они желтые или бывают такие светло-коричневые, розовые. Вот это семя покрыто специальным составом. В таком виде его лучше и в руки взять, чтобы посадить. Но вот этот состав является питанием для ростка, и первое время он будет питать росток, а росточки иустомы очень и очень маленькие. И вот этот период развития от посадки до всходов также длительный, поэтому иустому сажать лучше всего рассадным способом. Если вы выращиваете горшечные иустомы, сажать ее можно как комнатное растение практически всю весну. А вот для высадки в открытый грунт лучше посадить ее пораньше. Некоторые начинают сажать иустому уже в январе, но вот февраль и начало марта – самые такие оптимальные сроки, потому что если вы будете сажать в январе, то нужна будет подсветка. А февраль, начало марта, да даже до середины марта будет достаточно света. И если вы сажаете в контейнер, то тогда вы можете продлить цветение, занеся контейнер домой. При выращивании на открытом воздухе иустома предпочитает только солнечные участки. Это еще один аргумент для того, чтобы посадить иустому в контейнеры. Не всегда на наших грядках бывает такой участок, чтобы он был максимально освещен, но и даже такие участки мы сажаем зачастую овощными растениями. И вот посадив иустому в контейнер, мы можем этот контейнер поместить там, где и места мало для того, чтобы хорошо росла иустома. И можем мы передвигать по участку эту иустому. Тем более, что сейчас модны вот эти вот какие-то мобильные изменяющиеся композиции. Поэтому сажаем иустому в контейнер. И если вы уже определились с той емкостью, где у вас постоянно будет расти иустома, можно прямо посадить сразу туда. Семена иустомы прорастают только на свету. Поэтому нам нужно запастись контейнером с прозрачной крышкой. Это может быть и пленка, это может быть стекло. И очень хорошо выращивается иустома в таких рассадных стаканчиках с прозрачной крышкой. У нас разбухли наши таблетки. И вот у каждой таблетки есть такое углубление, куда помещаются семена. Вот в них-то мы наши семена иустомы и поместим. Вообще это сделать непросто. Многие применяют зубочистки, многие применяют какие-то приспособления. Но я постараюсь их вот так руками поместить. Если вам попались дрожжерные семена иустомы, их нужно очень хорошо промочить. Вот у меня таблетка мокрая. Прямо сразу видно, что вот здесь вот эта оболочка, она растворилась. Но если вы сажаете в грунт, возьмите опрыскиватель и немножечко брызните и смочите семена иустомы. Заглублять их не надо. В принципе, вот у них технология посадки такая же, как и у питуней. Помещаем иустомы в стаканчики и накрываем прозрачной крышкой. Для того, чтобы наша иустома проросла, нужно 25 градусов тепла. Если вы ставите под батарею, на батарею категорически ставить нельзя. Если ставите под батарею, обычно ставьте на слой газет или журналов, для того, чтобы не было переохлаждения. И как только появятся первые росточки, постепенно будем приоткрывать. Не сразу открываем крышку, а постепенно. Сначала немного, потом побольше, а потом крышку снимем вообще. Вот в течение недели будем приучать иустому к влажности окружающей среды, а не к той повышенной влажности, которая у нас находится в тепличке. Когда наступит теплое время года, смотрите наши выпуски. Субтитры подогнал «Симон»